В Гусь-Хрустальном коммунальный скандал. Все жители дома номер 29 по улице Транспортная получили квитанции с корректировкой за прошлый год с шокирующими суммами. Пенсионерки Татьяне Лачугиной за отопление ее трешки насчитали 25 123 рубля. Ну что же, я получу 13 тысяч, и что дальше делать? И как жить? Это же уму непостижимо, такая сумма. У Дины Аксеновой трехкомнатная квартира. Перерасчет составил почти 26 тысяч рублей. И это при том, что зимой жители мерзли. Куда уходит драгоценное типо? Этим вопросом задаются все. Тамара Зорина проживает в однушке, и платить ей придется 13 тысяч. Женщина возмущена. Квиток непонятный. Откуда сумма взялась, неизвестно. Столько насчитали. Это вообще не значит, что они считают. Тут ни показаний нет, ничего нет счетчика. Если они говорят, что там счетчик стоит, так должно это же все отразиться. Такое-то показание, такое-то предыдущее, текущее. У нас ничего нет. Год назад была та же проблема, но корректировка оказалась в разы меньше. Около 5 тысяч. Тогда прокуратура права жителей отстояла. Проверка показала, что прибор учета работал с перебоями. Его показания некорректны. В Гусевском филиале Владимир Теплогаза поясняет вплоть до 2016-го. Жителям начисляли плату по нормативу, не учитывая объем потребляемого тепла. Поэтому сумма была относительно стабильной. Этот год работы показал, что дом тратит тепла больше, чем, собственно говоря, ему требуется на это. Все обследования, которые провели мы и дали рекомендации управляющей компании, говорят о том, что в доме нужно проводить кардинальные работы по реконструкции внутридомовой системы теплоснабжения. Что должно привести к существенному снижению потребления и, соответственно, платы. Директор управляющей компании Людмила Никонова добавляет, в доме изношены все инженерные сети. Их ремонт по плану будет только в 2028-м. Глава управляющей считает, что работы на сетях проводить надо срочно, в 2017-м. К тому же в доме нужно установить элеваторный узел отопления. Оба новшества Никонова уже предлагала жителям воплотить за свой счет. Те по понятным причинам отказались. Как бы с своей стороны я пыталась что-то изменить, но на сегодня вот так вот, как есть на самом деле. Конечно, хочется, чтобы этот дом попал в капитальный ремонт. Потому что я понимаю, что жители тоже не виноваты. Понимаете, они не виноваты в том, что у них дом построен таким образом, их система отопления и ГВС. Нужно их заводить на второй контур обязательно. И если это будет сделано, ну, наверное, таких вопросов не будет возникать. Но и это не решит всех проблем, считает член общественного совета ЖКХ «Контроль» Борис Шевченко. Он уверен, что ни капремонт, ни регулятор типа снабжения – ничто, если жители безграмотны и не готовы отвечать за свой дом. Шевченко предлагает жителям перейти на сезонную оплату отопления. Я говорю, елки-палки, проводите собрание. Проведите собрание, и вы в следующий год будете по сезону. Потом начали, значит, я говорю, я больше чем уверен, что вам корректировку сделали правильно. Вот почему она образовалась, это другой вопрос. Вот. Образовалось все. Можно ведь эти элеваторы ставить, а можно и рукой там что-то убавлять немножко, и эти шайбы, это все фигня. Вот рукой потихонечку. Но это должно с умом делать. То, что жители сами должны следить за домом, считает и глава города Николай Балахин. Он, в свою очередь, готов лично провести с ними разъяснительные беседы и научить экономить тепло. К тому же местные власти создадут рабочую группу по каждому проблемному дому, таких как на транспортной в Гусь-Хрустальном 15. Мы записали, что мы сейчас по каждому дому, в каждый почтовый ящик положим информацию для жителей и потом проведем собрание. Вы видите, что у нас и общественность довольно-таки сильная. Мы готовы приехать в самые проблемные дома, приеду я и жителям объяснять буду, что нужно делать. Тем временем жители обратились в прокуратуру и государственную жилищную инспекцию. Сергей Шахрай обещал провести проверку и пока рекомендовал жителям не оплачивать квитанции с феноменальными суммами. По его словам, ряд нарушений в начислениях оплаты уже очевиден. Видно, что не все площади идут в расчет, в расчете отопления. Это уже, естественно, увеличивает стоимость на квадратный метр. Второй момент – это то, что сами сети, судя по информации, которые у нас уже есть, находятся в достаточно возношенном состоянии. Есть вопрос к их эксплуатации, есть вопрос к наличию проекта, установки прибора учета. То есть можно его эксплуатировать или нельзя вообще. Поэтому проверку проведем, и все будет ясно. Скорее всего, там начисления таких не будет, если они вообще будут законны. Будут ждать жители ответа из прокуратуры. Пока же Владимир Теплогаз проверять квитанции не собирается, уверяя, что расчеты безошибочные. В компании пошли навстречу и рассрочили выплаты на полгода без пения. Правда, гусевчане на такие условия соглашаться не намерены. Екатерина Зинорова, Станислав Трегубов, Губерния, 33.